На сегодняшний день за декабрь выпала почти месячная норма осадков. В концу недели эта цифра, по прогнозам синоптиков, как раз подойдет к 100% и, возможно, превысит. Поэтому службы благоустройства работают в усиленном режиме. За минувшие сутки в работах по сезонному содержанию дорог, общественных пространств и внутриквартальных территорий было задействовано 435 единиц техники и почти 4000 уборщиков. Текущие задачи поставлены на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии, которое прошло под руководством первого заместителя главы Самары Алексея Веселова. Он напомнил, что повышенное внимание надо уделять уборке на спусках-подъемах проезжей части, лестницах, пешеходных переходах, остановочных площадках, подъездах к учреждениям социальной инфраструктуры. Параллельно с расчисткой выполняется обработка участков противогололедными материалами. Так, за прошедшие сутки использовали более 441 тонны, а всего за сезон свыше 9600 тонн. Специалистам, выполняющим эту работу, даны поручения, чтобы они не допускали перерасхода смеси. При принятии решения о целесообразности внесения таких материалов на тех или иных участках следует исходить и из состояния территории, и из погодных условий. Текущая ночь показала ряд замечаний, где, в принципе, излишне используются противоголедные материалы. Соответственно, с подрядчиками будет проведена непосредственно работа, потому что, в первую очередь, антигололедные материалы нужны для того, чтобы не образовалась наледь и не скатывался снег. В текущих условиях не всегда это было необходимо использовать, то есть достаточно было у этих участков именно расчистка тока щеткой. В обработке прежде всего нуждаются места, где наледь возникает довольно быстро. Например, в районе выхода скатных крыш на тротуар, в районе водостоков. Не менее важно качественно и своевременно расчищать сами скатные кровли. В этих работах по всему городу сегодня участвовали более 40 бригад. В основном они ведут очистку по периметру крыш, чтобы предотвратить скопление наледи. Кроме того, на совещании первый заместитель главы отметил важность отработки взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, чтобы быстро ликвидировать последствия тех или иных ситуаций на инженерных сетях. В рамках подготовки к праздничным дням проведена и работа с региональным оператором по обращению с ТКО, поскольку выходные и контейнерные площадки быстро наполняются. В различные выходные все мы понимаем, что нагрузка возрастает. Обратите на это внимание, я знаю, что вам уже эту информацию доводили, но тем не менее еще раз посмотрите, чтобы доступ был. В декаду выходных для большинства горожан службы благоустройства и коммунальщики отдыхать не будут. Дежурность числа персонала определены, соответствующие графики сформированы и утверждены, в том числе предусмотрели наличие аварийно-восстановительных бригад. Алексей Веселов поручил специалистам районных администраций муниципальных служб благоустройства еще раз проверить готовность всех служащих, которые будут заступать на дежурство в предстоящие выходные. Важно сработать настолько слаженно и оперативно, чтобы минимизировать количество обращений граждан. Каждая, в том числе полученная через соцсети и мессенджеры, будет оставаться на контроле до полного исполнения задач. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События.